Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Бевышева. Фемида на доверии. За что член Совета Юстиции требовал полмиллиона долларов взятки? Законные споры. Что на самом деле дал стране закон Савченко? Как аттестовывали, так и берегут. Сможет ли полиция остановить разгул преступности? По тарифу Фемиды полмиллиона долларов. Такова сумма взятки, которую требовал один из членов Высшего Совета Юстиции. Об этом сегодня отчитались в ГПУ. Имя взяточника не называют, но, как сообщает Украинская правда, со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов, это Павел Гречковский. И деньги он вымогал у представителя коммерческой структуры за решение суда. Обещал повлиять не только на первую инстанцию, но и на апелляционные и на касационные суды. Операцию эту совместно провели сотрудники Генпрокуратуры и СБУ. Уже взяли под стражу посредника, арбитражного управляющего Минюста. Он получил первую часть этой взятки в размере 150 тысяч долларов. Самого члена ВСУ уже вызвали в Генеральную прокуратуру для того, чтобы вручить ему уведомление о подозрении. И новые подробности в деле об убийстве директора фирмы Капарол Павла Зможного. Сегодня мы пообщались с другом покойного, народным депутатом Алексеем Гончаренко, который озвучил свою версию. Кому мешал бизнесмен и какие события предшествовали его смерти? Подробнее расскажет Егор Логинов. 42-летнего Павла Зможного застрелили вчера в полдень возле дачного поселка в селе Крушинка Васильковского района. Тело бизнесмена обнаружил местный житель, который вызвал скорую и полицию. Чуть позже правоохранители нашли брошенную газель, в которой предположительно могли находиться убийцы. В областной полиции сразу же заявили. Версий много, пока ведутся следственные действия. В фирме Капарол происшествия не комментируют. В данный момент мы никаких комментариев не можем вам доставить. Пока идет следствие, никаких комментариев. Вдруг погибшего нардеп Алексей Гончаренко поделился с нами своей версией случившегося. Рассказывает, явных врагов у Павла не было. Бизнес он вел абсолютно прозрачно, помогал воинам АТО. В апреле при странных обстоятельствах попал в серьезное ДТП. В него врезался КАМАЗ. Несколько недель Зможный был в коме. На работу вышел пару месяцев назад. Это не единственное, что произошло с погибшим в последнее время. Где-то год назад началось давление на Павла со стороны криминальных структур. Связано было с вопросом аренды здания. Я знаю, что он обращался в правоохранительные органы. А какое-то время назад произошло нападение на юриста Капорола. Ему нанесли множественные ножевые ранения. Он просто чудом остался жив. И Павел это связывал с той же самой ситуацией. В Киевской областной полиции, которая ведет расследование смерти Зможного, нам сегодня рассказали. Основная версия – заказное убийство, совершенное несколькими людьми. Факты, о которых сообщил Гончаренко, там сейчас проверяют. Например, был напад на их юриста. Мы направили соответствующий запад в город Киев, чтобы выяснить и получить информацию, которая у них есть, более детально выяснена, про дорожную транспортную погоду. Буквально час назад в областной полиции нам сообщили, в теле Зможного нашли не три, как говорилось ранее, а пять пуль. Одна из них попала в голову, что и стало причиной смерти бизнесмена. Егор Логинов, Павел Лысенко, подробности телеканал Интер. Дерзкое ограбление в Херсонской области. Банда вооруженных налетчиков напала на рейсовый пассажирский автобус Харьков-Одесса. Все произошло поздно ночью. Водитель автобуса пытался отбиться. Сейчас он находится в больнице с огнестрельным ранением. Все детали выяснял Кирилл Ющишин. Все произошло на границе между Херсонской и Запорожской областями. В половине 11 вечера рейсовый Икарус остановился на трассе посреди поля, чтобы поменять пробитое колесо. Буквально в ту же минуту автобус окружили вооруженные мужчины в балаклавах. Сколько было налетчиков, пассажиры точно не знают. Говорят, то ли шестеро, то ли семеро. В салоне находилось всего три человека, среди которых девушка. У них забрали все, деньги и даже посылки, которые везли люди. Водитель автобуса попытался оказать сопротивление. Но его избили, а потом и вовсе открыли огонь у мужчины, простреляно плечо. Сейчас он в больнице. После этого нападавшие сели в машины и скрылись. По неофициальным данным, один из автомобилей Audi. За данным фактом, порушено криминальное проведение. За частиною 2 ст. 187 КК Украины, разбий. Карается по избавлению воли от 7 до 10 лет с конфискацией майна. Правоохоронцы обратятся к возможным свидетелям. Если вам что-то известно, что может помочь в раскрытии этого тяжкого злочина, просим вас телефоновать за телефоном 102. Предположительно, в автобусе ехали торговцы с харьковского рынка Барабашова. Направлялись в Одессу на 7-й километр за товаром. На камеру на самом рынке нам это подтвердить отказались. Но обычно именно в эти дни мелкие предприниматели ездят на автовые склады закупаться. Пассажиры, скорее всего, были с деньгами. И нападавшие могли об этом знать. Интересно, что подобный случай произошел в середине июля в Днепре. Там точно так же неизвестные напали на автобус с торговцами, которые ехали в Одессу. Забрали тогда несколько сотен тысяч гривен. Налетчиков до сих пор не поймали. Не удалось полицейским по горячим следам задержать бандитов и в Херсонской области. Кирилл Ючишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Херсон. Удастся ли правоохранительным органам сдержать рост преступности? Сегодня на заседании профильного парламентского комитета привели неутешительную статистику. По сравнению с 2014 годом уровень преступности вырос на 50%. С чем это связано? Кто виноват? И что делать дальше? Ответы на эти вопросы, собравшиеся, надеялись услышать от главы МВД. Но Арсен Аваков снова не явился. Кому пришлось отдуваться, знает Алексей Пшемызкий. На заседании парламентского комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности креслом министра внутренних дел в который раз пустует. Вместо Авакова только табличка. Очередной его прогул сразу же вызвал вопросы у нардепов. На комитет не приходит. Все время заняты. Информации никакой нет от него. Порабо, наверное, как-то не уважают комитета. Одним из первых выступает замглавы комитета нардеп Николай Поломарчук. И тут же сообщает печальную статистику криминогенной ситуации. В сравнении с 2014 годом количество преступлений выросло почти на 50%. Вспоминает и резонансные дела, убийства в Кривом озере, потасовки в столичном Святошино. И, конечно, гибель Павла Шеремета. Дело, в котором до сих пор никаких подвижек. О росте преступности говорит и генпрокурор Юрий Луценко. Мы имеем 38% росту крадежек. На 40% больше грабежей. Скорено 2400 разбийных нападов. Это на 30% больше. Назвичайно гостую остается проблема незаконного завладения транспортными засобами. Они сближились на 16%. С 6 до 7 тысяч. В среднем за дубу в Украине выкрадают 33 транспортных засоба. Отвечать полагалось бы министру внутренних дел. Но пришлось оправдываться главе нацполиции Хатиеда Канаидзе. У нас нет денег, у нас нет бюджета для того, чтобы переодеть, переобуть полицейских. Проблема в том, что наш народ беднеет. Проблема номер 2. Закон Савченко. 34 тысячи человек выйдет на воле очень скоро. У закона нет обратных связей. Каждое десятое преступление, которое у нас есть, реально связано с людьми, которые были затриманы и выпустили после принятия этого закона. Накануне о законе Савченко говорил и Самоваков на фейсбуке. Гневно уверял, нужно документ срочно изменить. А вот еще менее года назад, когда этот закон принимали, почти вся фракция Народного фронта проголосовала «за». Теперь же фронтовики говорят, мол, выбора не было, да и текст якобы писали не они. Мы все голосовали. Вы знаете про ризики, чему его ухвалили. Я бы сейчас взагалі волю не говорити, оскільки той законопроект явно писався не Надією Савченко и, можливо, навіть не депутатами українського парламента. 90% тех, кто вышли на волю за законом Савченко, уже знову потрапили до вязницы. Або перебывают під судом. О необходимости изменить закон Савченко в парламенте говорят уже несколько дней. Я, как співавтор цього закону, готовий розглянути пропозицію про те, чтобы продовжу року, против якого особу затримали, он находится в местах тимчасового тримання, тобто в СИЗО, цей закон не застосовується. Я вважаю, что року достатньо, а через рік має рахуватися день в СИЗО, як два на зоне. А в самой Верховной Раді сегодня целый день обсуждали бюджет на следующий год. Кабмин передал проект с методепутатом. Рассказать о цифрах в здание под куполом пришли все министры, а вот прокомментировать расходы и доходы, похоже, были не прочь все депутаты. О бюджетных поталиях расскажет Екатерина Лысенко. Бюджетным дебатом сегодня посвящен практически весь день работы парламента. Кабмин обещает быть после полудня. До этого депутаты с натяжкой голосуют за постановление по ратификации и готовят вопросы к правительству. Если они проголошуют, что бюджет честный, то пусть они скажут, каким чином они рахуют инфляцию 8%, коли тарифы поднялись вдвече и электроэнергия поднялась на 25%. Ответить на вопросы правительства всем составом приходит в обещанный час. До этого премьер успел обсудить смету только с двумя фракциями. Сегодня растолковывает цифры всем. Уряд в частности 15 вересня внес этот финансовый основный документ. Но о приоритетах больше говорит профильный министр, глава Минфина. Бюджет реалистичен как по доходам, так и по выдаткам. Мы ожидаем, что находжение в бюджет от податков и сборов растет. Причем они не в последствии посиления податкового тиска на бизнес. И растут они именно благодаря экономическому взрослению, а также благодаря заходам, которые мы используем в податковой и митной сферах. Дефицит в размере 3% на 0,7% меньше, чем в 2016 году. Медикам и учителям стоит ждать повышение зарплаты на 30%. Больше станут получать и военнослужащие, и дипломаты. Расходы на оборону вырастут на 14,5 миллиардов гривен, а на здравоохранение на 8. В бюджетном комитете говорят, все цифры еще будут корректировать. Но две из двух фракций коалиции сразу же заявляют о поддержке госбюджета. Вважаю, что данный бюджет должен быть бюджетом взросления экономики. И 3% взрослого ВВП – это также позитивный сигнал. Такие вопросы, как безопасность, такие вопросы, как наша освета, такие вопросы, как строительство дорог, и такие вопросы, как децентрализация украинской влады, – это приоритетом работы украинского уряда и украинского парламента в 2017 году. А оппозиция называет те цифры, которые, как минимум, будет стремиться поменять. Прогнозовано, что увеличение наполнения бюджета складывает 17%. За счет инфляции, которая официально принята урядом на уровне 8%. Но все международные эксперты ожидают увеличение инфляции на 11%. И дальнейшая девальвация гривен на 15%. Наша фракция готова к дискуссии с урядом. Мы подготовим свои предложения к бюджету 2017 года. Но мы не проголосуем за бюджет, если он будет улучшить условия жизни людей. Послушав депутатов, премьер лишь констатировал. Конструктивным предложением готов и в который раз призвал не смешивать политику и экономику. Не встал час ответственной политики, политики, которая позволит нашей стране, наконец-то, вырваться из тех кайданей, в которых держали десятилетиями популисты и малоефективные. Вы каждый сам скажете, кто малоефективный. Министры после двухчасовых дебатов разошлись. Разошлись и депутаты, правда, каждый со своими выводами. У уряду есть единственная возможность – это откликать этот бюджет, враховать зауважение нашей. Еще и фракции, и других фракций, а они уже высловили практически все эти зауважения. И как можно быстрее вносить бюджет с врахованием того, что это должен быть бюджет развития. Так всегда. И в целом свете так есть. Когда уряд отстает бюджет, фракции, которые сформировали этот уряд, защищают бюджет, а оппозиция критикает бюджет. Сегодняшняя презентация СМИЭТа дает право считать проект бюджета принятым к рассмотрению. Теперь нардепу вправе править документ. А уж сколько им понадобится времени – вопрос без ответа. Во всяком случае, первый дедлайн есть. В блоке Порошенко наметили 9 декабря как крайний срок для принятия документа в целом. Успели бы нардепы. Ключевой день в Нью-Йорке. Там сегодня одновременно заседали и Генассамблея, и Совет Безопасности ООН. Украинский президент выступил на обеих площадках. О чем он говорил? Какие переговоры еще предстоят Петру Порошенко узнаем у Дмитрия Анопченко. Он сейчас с нами на прямой связи из Нью-Йорка. Дима, здравствуй. Какие основные месседжи президента Украины? Наташ, ну действительно, два выступления президента, очень много месседжей. Я расскажу о главных. Во-первых, Совет Безопасности ООН. Президент там не впервые, но впервые в качестве главы государства, которое теперь является полноправным членом Совбеза. То есть теперь он уже не в качестве приглашенного. Именно поэтому смог отбросить, скажем так, дипломатические реверансы и быть прямым, конкретным и достаточно критичным. Президент заявил, что Совет Безопасности ООН был неэффективным. Как в ситуации с Сирией, это главная тема сегодняшнего заседания, так и в ситуации с агрессией против Украины. По его словам, ООН не была достаточно резкой в момент оккупации Крыма, что теперь позволило России использовать полуостров как форпост для военной операции в Сирии. Порошенко был категоричен. Мол, эта неэффективность Совбеза подрывает миссию всей организации и бросает вызов самому ее существованию. Ну, а значит, необходима реформа. Назрела неотложная и критическая необходимость реформировать Совбез. Никакое вето не должно блокировать действия Совбеза, когда он обязан реагировать на ситуации, связанные с массовыми преступлениями. Те же месседжи, но еще более расширенно. Президент произнес уже теперь не только в присутствии членов Совета Безопасности, но и в присутствии всех глав государств и правительств, которые приехали на Генеральную Ассамблею. И что интересно, в свою очередь на выступление он уступил председателю Европейского Совета Дональду Туску. Ну и затем уже вышел со своим большим программным объемным заявлением с трибуны ООН. То, о чем говорил президент. Мир не может больше мириться с ситуацией, когда ключевые решения в Организации Объединенных Наций могут быть блокированы одним только словом вето-представителя России. В том случае, когда член Совбеза вовлечен в конфликт, он этого права должен быть лишен, лишен автоматически. Иначе ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности. Петр Порошенко потребовал, чтобы резолюция о создании международного трибунала по сбитому над Донбассом Боингу выполнялась, несмотря на вето России. Ну а далее. Далее много говорил о войне Донбассе и Крыме. Вот послушайте. Россия продолжает снабжать Донбасс оружием, амуницией и солдатами через неконтролируемую часть украинско-российской границы. И при этом говорить «нас там нет». В ответ на тысячи фото, видео, показания свидетелей российского присутствия на Донбассе. Необходим механизм, чтобы официально задокументировать все эти свидетельства, чтобы призвать агрессора к ответу в соответствии с принципами ООН. Ну а еще выступая с трибуны ООН, президент призвал все страны мира не признавать результаты прошедших недавно в России выборов, поскольку проводились они и на территории Крыма, на временно оккупированной территории. Хочу сказать, что день на этом не заканчивается, несмотря на то, что это последний день пребывания президента в Нью-Йорке. Еще очень много встреч. О них я буду готов рассказать чуть позже, во второй части выпуска. Наташа. Спасибо, Дима. Тогда не прощаемся. Это был Дмитрий Анопченко. Он еще будет с нами на связи из Нью-Йорка чуть позже. Франция и Германия работают над организацией встречи в нормандском формате. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил Франсуа Алант. По его словам, четверка может провести переговор уже в ближайшие две недели для реализации минских соглашений. В последнее время участились заявления западных лидеров о возможной встрече, но точной даты до сих пор нет. Не назвал ее и Франсуа Алант. Сегодня нужно сделать все необходимое для выполнения минских соглашений. В противном случае возобновится насилие и может даже начаться война. Совместно с канцлером Германии мы приняли решение провести в ближайшие недели встречу с президентами Украины и России для прогресса и реализации минских договоренностей. Развести силы и вооружение от линии соприкосновения договорились сегодня участники трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, участники переговоров подписали рамочное соглашение. После трехмесячных борных усилий и работы в рабочей группе по вопросам безопасности сегодня удалось наконец согласовать рамочный документ по разведению сил и средств. И удалось также согласовать все вопросы, касающиеся трех участков разведения сил и средств, а именно Золотое, Петровское и Станица-Луганское. И уже после окончания заседания контактной группы в Минске стало известно, что к украинским пленным, которые незаконно удерживаются на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, будет допущен координатор ОБСЕ Тони Фриш. Он получил заверение, что сможет пообщаться с пленными без тюремщиков. Об этом на своей странице в Фейсбук заявила еще один представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Герасченко. В зоне АТО боевики вели обстрелы из стрелкового оружия в районе Зайцево-Луганского. Зато в самой горячей точке Авдеевской промзоне затишье. Ночью режим перемирия там инспектировала наша съемочная группа. Как можно тише и быстрым шагом. Ночь – самое опасное время для таких прогулок по промзоне. Несмотря на перемирие, от шальной пули не укрыться. Это что? Пулика типа 12. Заскочив в укрытие, выдыхаем. Но расслабляться нельзя, предупреждают десантники. Они везде тут. Вот тут есть флаг. Видим, как у них флаг висит этот днем. Какой там у них десант, десантура? Немного притихли. Ротацию подтверждают разведданные. Прошлой ночью зафиксировали движение дивизиона российских войск из оккупированной Ясиноватой на юг Украины. Сейчас что это? Часто такое за ночь? Да, бывает. Такие звуки периодически разрывают тишину. Для десантников это знак, противник на позициях, значит артобстрела не будет. Когда артобстрел, то да, да. Они отходят назад, они вообще себя не показывают. Все время, ну, через каждые там полчаса, час они простреливают. А это вообще, ну, тишина. После полуночи боевики проснулись. Еще раз партнер, если стрелял. Пристрелочные зажигательные патроны. Примерно 12,7. Нас снимают, насколько я знаю, вне заборонены. Такую стрельбу от камер наблюдения миссии ОБСЕ противник скрывает. Сменили трассерные пули на обычные, объясняет командир. Успокаивает. Этой ночью бьют неприцельно. Без утреннего приветствия не обходится. На постах доклад за ночь. За три месяца в Авдеевской промзоне десантники не помнят ни одной тихой ночи. Впервые смогли передохнуть, но бдительности не теряют. Туман и дождь на руку диверсионно-разведывательным группам противника. Несколько попыток прорыва уже предотвратили. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Нападение на израильское посольство в Анкаре. Террорист, вооруженный ножом, пытался прорваться на территорию. Представительство, но его остановила охрана. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Поначалу информация поступала очень противоречивая. Турецкие СМИ сообщали, что нападавших было вроде бы несколько. Потом уточнили, что двое. Одни агентства писали, что террорист убит. Другие писали, что ранен охранник посольства. Но сейчас картина более-менее ясна и выглядит следующим образом. Нападавший был один. Вооруженный ножом, он пытался прорваться на территорию ДИП-представительства. Охранник открыл по нему огонь и ранил. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Я был дома, когда услышал с улицы стрельбу. Выскочил из дома и увидел двух израильтян и одного турецкого полицейского. Они стреляли в террориста, целились по ногам. Этот человек кричал Аллах Акбар и молился. Нападение произошло на фоне серьезного улучшения израильско-турецких отношений. После нескольких лет конфликта страны договорились обменяться послами и возобновить ДИП-отношения. Но израильский штаб по борьбе с террором накануне опубликовал предупреждение для своих граждан, выезжающих за рубеж. Там перечислены страны и территории, на которых израильтянам опасно находиться. Турция выделена особо. Штаб по борьбе с террором рекомендует категорически воздерживаться от поездок в эту страну. Ситуации присвоен второй уровень опасности. Это означает конкретную и явную угрозу для израильтян в этом государстве. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. У побережья Египта потерпело крушение судна, на борту которого находились около 600 беженцев. Уже известно о 29 погибших. Спасателям удалось достать из воды 150 человек. Операция сейчас продолжается. Трагедия произошла у берегов египетского города Карф-эль-Шейх в среднесеверной части дельты Нила. Беженцев перевозили нелегально. На борту судна находились выходцы из Египта, Сирии и стран Африки. По предварительной информации, лодка направлялась в Италию. По данным международных организаций по миграции, с начала этого года в Средиземное море пересекли около 206 тысяч беженцев. За первое полугодие погибли около 3 тысяч человек. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Фискальная дружба. В чем обвиняют главного налоговика Украины? Камуфляж на Дерибасовской. Кто перекрыл улицу в центре Одессы? Бранжелина. Все. Как мир и Голливуд отреагировали на развод века? Против главного налоговика Украины Романа Насирова генпрокуратура завела дело. Его подозревают в невыполнении служебных обязанностей. Дело это открыли после жалобы в ГПУ народных депутатов Андрея Журжия и Виктории Войцыцкой. Якобы Насиров вот уже 8 месяцев отказывается предоставлять депутатам информацию о сумме налогового долга компании Укрнафта за пользование недрами. Напомню, на 1 июля задолженность Укрнафты перед госбюджетом превысила 15 миллиардов гривен. Саботаж? Небажание выполнить своих обязанностей. И это абсолютно нонсенс, когда законодательно закреплено, что надрикоспористователи должны дать информацию о сплате податков по каждому спецдозволу. Податково должны проверять состояние сплаты. Мы видим, что в случае конкретно одной компании идет полный саботаж. С липня минулого года компания, после того, как на самом деле получила все возможности для того, чтобы вернуть контроль с боку державы, начала накопичиваться очень быстрыми темпами заборгованность перед государственным бюджетом именно по ренте. Я напомню, что еще весной детективы НАБУ открыли сразу два уголовных производства. Одно против Насирова по делу Укрнафты, другое против его подчиненных за подделку официальных документов. Кроме этого, в Генпрокуратуре идет досудебное расследование в отношении главы наблюдательного совета этой компании Андрея Коболева. Его также подозревают в невыполнении служебных обязанностей. Гражданское противостояние в Одессе возле здания мэрии, где проходила сессия гурсовета, собралось сразу несколько митингов. Чем недовольны горожане и удалось ли избежать столкновений? Узнаем от наших корреспондентов. На Думской площади сотни человек. Самый горячий вопрос, который планировали рассмотреть на сессии, принятие проекта так называемого зонинга. Против документов в нынешней редакции активисты выступают уже полгода. Там спрятаны такие бомбы, которые позволяют строительство высоток в историческом центре, фактически строительство на пляжах, строительство гостиничных комплексов в парковых зонах. Скандальный зонинг в последний момент с повестки дня все же сняли, пообещав доработать после обсуждения с общественностью. Но страсти не утихали. Мы одесситы! Мы будем с вами решать, как дружить! Одни пришли поддержать мэра Геннадия Труханова, другие выступили против него. Оппоненты перекрикивали друг друга, рвали плакаты. Едва не дошло до потасовок. Порядок охраняла полиция и нацгвардия. Мэр! 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 Это первый мэр, который отремонтировал дворы. Первый мэр, который поставил шлагбаумы, чтобы заезжие не делали остановку, дети могут гулять. Первый мэр, который нам счетчики ставят. А противники городоначальника хорошим хозяйственникам не считают. Ну вот вчера ясно была видна хозяйственная деятельность. Город утонул. И Одесса вот из-за этих застроек, исторический центр утрачивает свой первозданный вид. Конечно, одесситам больно это видеть. Сама же сессия прошла относительно спокойно. Среди громких решений, принятых депутатами, передача земельного участка возле легендарного горсада для эксплуатации театрально-торгово-развлекательного комплекса. Алла Матюшок, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесса. И как раз в то время, как проходила сессия гурсовета на улице Морозлеевской, это тоже центр города, полиция остановила для проверки микроавтобус с группой людей в камуфляже. Кто эти люди, зачем они приехали, мы узнаем у Андрея Анастасова. Он находится в Одессе, сейчас с нами на связи. Андрей, здравствуй, расскажи обо всем, что тебе известно. Да, Наталья, известно, что машина, микроавтобус была с полтавскими номерами. И в интернете сразу появились сообщения, что это чуть ли не специально нанятые люди, приехавшие в Одессу устраивать беспорядки. Приморский отдел полиции проверяет информацию, которая поступила в дежурную часть, о том, что здесь находится автобус с вооруженными людьми. Идет просто проверка информации следователям. Между тем, сами пассажиры микроавтобуса, которые, кстати, были очень возмущены действиями полиции, представились участниками АТО из Кременчуга. Дескать, приехали в реабилитационный центр. Спустя несколько часов полицейские ничего подозрительного не обнаружили и всех отпустили. Эти люди, участники боевых действий, они приехали ко мне. Мы готовим открытие центра реабилитации. Есть у нас ряд моментов по нашей общественной деятельности, которые мы для себя запланировали. Однако чуть позже эти самые гости из Кременчуга странным образом оказались возле Одесской мэрии. Здесь они, а также другие противники мэра, хотели поставить палатку, общественную приемную народного депутата Андрея Лозового. Но не получилось. Муниципальная охрана, которая, как вы знаете, является коммунальным предприятием, не дала нам возможности установить эту палатку. Сейчас на Думской спокойно. По последним данным, полтавские атошники покинули площадь. Правда, в каком направлении уехали, мне неизвестно. Пока это вся информация. Наталья. Спасибо, Андрей. Андрей Анастасов с последними новостями из Одессы был с нами на связи. Наша песня хороша начинает сначала. В судебном процессе по делу прошлогодней перестрелки в Мукачеве опять перерыв на неопределенный срок. Суд вернул в ГПУ обвинительный акт. Почему и как прошло сегодняшнее судебное заседание узнаем у Марины Коваль. На судебное заседание в Мукачево сегодня явились все участники процесса. Потерпевшие прокуроры и защитники. На скамье подсудимых четверо бойцов правого сектора. Им выдвинули обвинения по 10 статьям, среди которых организация террористического акта. За это грозит пожизненное. В июле прошлого года несколько членов правого сектора приехали в Мукачево на встречу к народному депутату Михаилу Ланё. Возле спортклуба началась перестрелка. Продолжилась она на выезде из города. В результате трое погибших. Комиссия Верховной Рады, изучавшая обстоятельства инцидента, пришла к выводу, это был передел сфер влияния в контрабандном бизнесе. Сегодня в зале суда и в коридоре дежурит несколько десятков полицейских. Такие повышенные меры предосторожности из-за того, что две недели назад группа поддержки обвиняемых устроила здесь дебош. Их не удовлетворил вердикт продлить срок содержания под стражей заключенным бойцам. После дебоша открыли два уголовных производства, но пока никто не задержан, сообщили в областной прокуратуре. Первое за фактом хулиганства за событиями в Мукачевском суде. Второе за фактом погрозы або насильства працівнику правоохоронного органа. Идеться про працівника Генерального прокуратуры Украины. Мы встановлю причетность осіб, які представлялися представниками правого сектора, до вказанных криминальных провадженьев. Сегодня активисты тоже присутствуют в зале суда, но ведут себя смирно. Адвокаты первым делом потребовали отвода судей. Но это ходатайство не удовлетворили. А затем заявили новое требование. Не принимать к рассмотрению обвинительный акт от Генпрокуратуры. Мол, адвокаты и заключенные получили документы с разными текстами. Суд удаляется в совещательную комнату и через несколько часов объявляют вердикт. Обвинительный акт вернуть в ГПО. В Генеральной прокуратуре пока не комментирует решение Мукачевского суда. Сначала изучат его, а потом будут решать, оспаривать или исправлять ошибки в обвинительном акте и заново обращаться в суд. Четверо обвиняемых остаются под стражей до 28 октября. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Возвращение блудного депутата. В Черновцах после нескольких месяцев розысков, как ни в чем не бывало, объявился депутат Горсовета, которого подозревают в подкупе избирателей на прошлогодних выборах. Где он был и как правоохранительные органы реагируют на появление этого беглеца, расскажут наши корреспонденты. Эта скандальная история началась еще в октябре прошлого года. Ростислава Билека, кандидата в депутаты Черновицкого гурсовета от партии Ридны Миста, обвиняли в подкупе избирателей. Представители опоры во время голосования зафиксировали около 10 случаев, когда студенты фотографировали бюллетени с отметкой за нужного кандидата и получали за это вознаграждение. Делом занялись правоохранители и даже провели обыск в квартире кандидата, но так ничего и не нашли. А в начале ноября Билека объявили в розыск. По слухам, он бежал в Италию. А вот студентов нашли и привлекли к ответственности. Троих признали виновными в том, что принимали участие в фальсификации выборов и приговорили к трём годам условно с испытательным сроком один год. Этими особыми было вызнано в полном обсязе вину. Они подчас певных следственных действий показали при следственном эксперименте, как это делалось. Дело Билека передали в Главное управление нацполиции Киева, а в июле и вовсе закрыли с неожиданной формулировкой в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. И вот сегодня Билек появился в Черновцах, абсолютно не скрываясь. Говорит, да, действительно был за границей, лечился, от следствия не прятался. А все обвинения в подкупе избирателей называют политическим заказом. Я знал, что они меня могут там закрыть, посадить. Я понял, что такая ситуация у меня будет. И мне про это сказали. Что бы сейчас ни было, я в месте. Сейчас Билек как депутат горсовета готовится к сессии и даже планирует восстановиться на работе в Черновицком национальном университете. Опора тем временем подала жалобу на действия прокуратуры в Печерске и райсуд Киева. Каков будет ответ, предположить, видимо, несложно. И еще одно закрытое дело, касающееся минувших выборов. На этот раз в Киеве. Полиция закрыла уголовное производство по факту фальсификации голосования в столице в октябре 2015 года. В то же время возмущаются в Киевском оппозиционном блоке. За год правоохранители не провели надлежащих следственных действий и не разобрались, откуда на избирательных участках появились дополнительные 2000 бюллетеней. Хотя еще тогда суд признал действия горосберкома незаконными и обязал предоставить акт о расхождении в количестве бюллетеней. Но акта этого до сих пор никто в глаза не видел. Полиция, проводя следствие, осуществила всего лишь одно следственное действие. Она допросила председателя территориальной избирательной комиссии города Киева, по сути, главного подозреваемого. И на этом основании, на одних свидетельских показаниях председателя территориальной избирательной комиссии, полиция сделала вывод об отсутствии состава преступлений и закрыла дело. Мы подали апелляционную жалобу в суд. И если на суд не будет давления со стороны власти, то рассмотрение этой жалобы должно состояться в пятидневный срок. Она должна быть удовлетворена. И следствие должно быть продолжено. Из 13 кандидатов осталось 7. Семь политиков от правых сил Франции, которые хотят, чтобы французы сами решали, кто из них пойдет баллотироваться в президенты в 2017 году. Праймерис во Франции – процедура новая. Как она проходит, узнаем от Софии Гордиенко. Самый известный, конечно, Николай Сарказий, бывший президент. Что им движет большее желание вернуть власть, спасти Францию или избежать открытых уголовных дел – еще вопрос. Упор делает на безопасности и ограничение миграции. Сегодня даже заехал в Кале. Да, надо, конечно, быть гуманными и помогать тем, кому не повезло. Но даже если люди не в лучшем положении, это не значит, что они имеют право бросать камни в машины, забираться в грузовики, биться с полицейскими. Ближайший противник Сарказий – его полная противоположность. Руками не машет, анекдоты не рассказывает. Алан Жупе, 71 год. Нынче мэр Бардо в середине 90-х был премьер-министром страны. Недостаток – слишком умен и брезглив. Не любит играть на публику. Почему вы, Алан Жупе, хотите стать президентом? Потому что я могу послужить своей стране и хочу помочь зародиться надежде среди французов. Единственная женщина на этих предвыборах – Натали Костюшко-Моризе. Ее прадед Голубых Кровей был основателем французской компартии. Она до мозга костей правая. Запомнилась своим интервью 2012 года, когда работала спикером у кандидата Саркази. Вы – спикер кандидата от народа. Сколько стоит билет в метро? 4 евро? Нет, 1 евро 70 центов. Остальные кандидаты – Франсуа Фион, Жан-Франсуа Копе, Бруно Лемер и Жан-Фредрик Пуассон – такой поддержки, как Саркази и Жупе не имеют. Но сегодня при власти социалисты. И для правых праймерис – отличный способ за счет партии и избирателей пропиарить себя. Кстати, во Франции, чтобы голосовать на этих предвыборах, надо заплатить 2 евро почти как за метро. Четверть французов уже заявили о своем согласии участвовать. Кто станет кандидатом от правых в президенты, будет известно уже в ноябре. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности – телеканал Интер. Цепная реакция. Еще один бывший президент Бразилии предстанет перед судом. Лулу Досилову обвиняют в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании «Петробрас». Именно его считают политическим крестным отцом Дилмы Русеф, смещенный с президентского поста в июле этого года. Прокуратура заявляет, что Досилова набрал взяток на сумму более миллиона долларов. По этому делу также проходит его супруга и еще 6 человек. Сам Досилову обвинение называет фарсом и ложью. Бранджелина – все. Мировые медиа, офисные сотрудники, домохозяйки и даже школьники. Только ленивый не обсуждает развод века в Голливуде. Оксана Кундеренко узнавала подробности этого трагического вставания. Стандартный бланк заявления о разводе и ее подпись внизу. Эта бумажка, заполненная Анжелиной Джоли, знаменитой голливудской актрисой, будет еще долго будоражить общественность и приносить миллионные гонорары адвокатам. Конечно, на кону раздела имущества они очень богатые люди. Но самое главное – вопрос опеки над детьми. Это нужно решать без скандалов по возможности. Непримиримые разногласия, здоровье семьи – стандартные фразы о причине развода озвучили юристы. Но близкие к паре источники говорят о взбалмошном характере Брэда Пита, который в рюмку не прочь заглянуть и пагубно влияет на воспитание детей, которых Анжелина хочет забрать себе и точка. Я ничего не знал. Жаль. Очень грустная история. Это плохо для семьи. Не только друзья были не в курсе. Сам муж до последнего надеялся, что до развода не дойдет. Конечно, ходили слухи. Пару видели вместе на публике еще в июле. Брэд сухо отвертелся, мол, я в печали, а на самом деле в ярости и собирается отстаивать честь в суде. Другие знаменитости огорчены за расставание. Брэнджелина распалась. Это, конечно, личное дело, но я вижу здесь конец эпохи. И именно им я хочу посвятить сегодняшний концерт. Мне грустно думала об этом весь день. Я была шокирована, когда услышала. Надеялась, что вранье. Нет, что-то не клеится. Неужели только раздоры положили конец этой голливудской сказке? Кто она? Другая женщина-красавчика Пита. По слухам, Марион Катияр, партнерша по фильму «Союзники». Могла же, как из Джоли, у него вспыхнуть страсть на съемочной площадке. Говорят, экс-супруга Дженнифер Энистон, которую Пит оставил ради Анжелины, тайком радуется. Отреагировали даже здесь, в Лондонском музее восковых фигур «Мадам Тюсо». Теперь официально. Фигуры актеров разделили. Никаких судебных баталий. Кукольный развод состоялся. Слишком было похоже на рай. 12 лет отношений, 2 года официального союза, 6 детей, которые разрисовали свадебное платье. Голливудские браки не длятся долго. И распад звездного семейства – еще одно подтверждение печальной статистики. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Язык без костей. На кого в этот раз наехал президент Филиппин? Что сказал, что показал? И где полиция нашла крупнейшую в мире подпольную лабораторию по производству «Виагры»? Об этом не только в нашем обзоре. Президент Филиппин Родриго Дутерте послал куда подальше Евросоюз и показал средний палец. Выступление транслировали по телевидению, кадры разлетелись в интернете. Президенту не понравилась резолюция ЕС, осуждающая его методы борьбы с наркопреступностью. За время правления Дутерте на Филиппинах без суда и следствия убили более 2000 человек. Почти 5000 арестованы. Ранее филиппинский лидер обозвал Барака Обама сукиным сыном, а генсека ООН Пангимуна дураком. В Польше накрыли крупнейшее в мире подпольное предприятие по производству «Виагры». Полиция изъяла 100 тысяч таблеток и 430 тысяч ампул стимулирующего средства. Всего на сумму почти 4 миллиона евро. Задержали 14 сотрудников подпольной лаборатории. Дельцы наладили производство в городе Быдгощ, а свою продукцию продавали через интернет. В ассортименте были поддельные препараты от импотенции под брендом 4 крупнейших компаний в мире. В интернете появилось видео катастрофы вертолета «Апачи» военно-воздушных сил Греции. Машину задействовали в учениях. После неудачного маневра вертушка рухнула в воду. Управлял «Апачи» опытный экипаж. Оба пилота выжили после падения, успели катапультироваться. Спасатели вытащили военных из воды и сейчас вертолетчики находятся в больнице города Салоники. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования. Шведский автопроизводитель создал гигантские часы из грузовиков. По пять машин – это секундная и минутная стрелки. Еще четыре фуры – часовая. Всего задействовали 14 автомобилей. Все происходит в реальном времени. На сайте компании установили онлайн-трансляцию. Чтобы стрелки ни на секунду не замирали, за грузовиками закрепили 90 водителей, которые меняют друг друга на ходу. В ролике автопроизводителя говорится, что компания бросила вызов времени. Полиция Анкориджа на Аляске два часа ловила медведя на улицах города. Хищник гулял и пугал прохожих. Долго ошивался возле фастфуда. Все эти приключения снял видеорегистратор в полицейской машине. После того, как зверя поймали, копы смонтировали ролик. Видео стало очень популярным. За четыре дня клип собрал миллион шестьсот тысяч просмотров. И мы возвращаемся к главному событию дня. Заседание и встречи в Нью-Йорке. В зале и на полях Генеральной Ассамблеи. Дмитрий Анопченко присоединяется к нам сейчас из штаб-квартиры ООН. Дима, здравствуй еще раз. Что можешь рассказать о встречах президента? Наташ, ну мы еще раз выходим в эфир для того, чтобы сообщить о том, что вот буквально с минуты на минуту должна начаться встреча президента с главой Международного валютного фонда Кристин Лагарш. Что здесь важно понимать? Фонд, конечно же, разморозил финансирование. Вы помните, недавно пришел транш, которого страна где-то год ждала. Однако, вот теперь для того, чтобы получить новые транши, очень важно договориться о базовых принципах сотрудничества. О базовых реформах, о базовых переменах. Это уже далеко не технические моменты. Это очень важные вещи. И президент, по большому счету, может быть и, по всей видимости, будет гарантом этих перемен. И вот тут уже не обойдешься просто переговорами сотрудников фонда с Минфином. Здесь уже нужна тяжелая артиллерия. И поэтому здесь, на полях Генеральной Ассамблеи, и происходит встреча первых лиц. Первого лица фонда и первого лица страны. Разумеется, помимо базовых вещей, будут говорить еще и о календарном плане, о том, как будет дальше проходить сотрудничество. Ну и, в частности, наверняка, обсудят и приезд миссии. Напомню, запланирована она на октябрь. И обсудят дальнейшие перемены, дальнейшие реформы, которые должны произойти в стране. И на которых настаивает Международный валютный фонд. И еще одна очень символичная встреча с Генеральным секретарем НАТО. Ну, тут не только большая политика. Здесь и дипломатия. Здесь всегда присматриваются. С кем встречается президент, когда начинает визит. С кем встречается какой-либо президент, когда заканчивает визит. И вот такой очень символичный разговор. Разговор с Йенсом Столтенбергом. Практически это завершит программу пребывания украинского президента. И уже к завтрашнему дню он будет в Киеве. Ну, а мы пока что остаемся здесь. Если будут еще новости, то мы за ними, конечно же, следим. Студия. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко о встречах Петра Порошенко с главой МВД и главой НАТО. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Субтитры подогнал «Симон»!